ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам переходить на зимний стиль вождения. Он включает в себя целый ряд нюансов. Более плавный старт и торможение, отказ от резких манёвров, соблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, соблюдение скоростного режима. Стоит побеспокоиться и о техническом состоянии транспортного средства. Как минимум, это проверка АКБ, технических жидкостей, световых приборов, замена щёток стеклоочистителя при необходимости. ТРАССА СТО ОДИН В России собираются начать массовую переработку старых автомобильных покрышек для их дальнейшего использования в качестве добавки к асфальтобетону. Об этом сообщила госкомпания Роснано. Участки дорог, выполненные по новой технологии, уже в следующем году должны появиться в Тульской, Орловской, Курской и других областях. Чиновники рассчитывают на то, что применение переработанных шин при дорожном строительстве будет иметь положительные последствия для экономики и экологии. ТРАССА СТО ОДИН В рамках параллельного импорта в нашу страну начали завозить кроссовер Mitsubishi Expander индонезийской сборки. Комплектация у машины только одна. Стоимость 2 миллиона 240 тысяч рублей. Автомобиль оснащён полуторалитровым бензиновым атмосферником мощностью 105 лошадиных сил. Привод только передний. Выпускаемый с 2017 года Expander пользуется популярностью в частности в Таиланде, Вьетнаме и странах Африки и Латинской Америки. ТРАССА СТО ОДИН В России начались продажи китайского электрического грузовичка Вольф FC-25. Наименее дорогой оказалась бортовая модификация с тентом, которая обойдётся почти в 2 миллиона 800 тысяч рублей. Есть ещё фургон и рефрижератор. Ценник последнего максимальный – почти 3 миллиона 400 тысяч. В базовое оснащение входят электроусилитель руля, кондиционер, камера заднего вида, АБС и другие опции. 40-сильный электромотор размещается на задней оси. Запас хода около 200 километров. ТРАССА СТО ОДИН У дилеров Ульяновского автозавода появились внедорожники «Патриот» с двигателем экологического класса «Евро-0». Ранее такими моторами начали комплектовать «Хантер» и «Буханку». Новое введение снизило стоимость «Патриота» на 20 тысяч рублей. Приобрести его теперь можно ровно за полтора миллиона, причём это самая бедная комплектация. В остальном силовые агрегаты остались прежними. Объём 2,7, мощность 150 лошадиных сил. На этом всё. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА СТО ОДИН». До свидания. ТРАССА СТО ОДИН